Всемирный день окружающей среды Сегодня особенный день Всемирный день окружающей среды И мы, Барбоскины, не останемся в стороне А как мы не останемся в стороне, Гена? Хороший вопрос, малыш Мы проведем операцию «Здоровый лес» Уберем мусор, высадим саженцы Подвяжем сломанные ветки Ага, мы убьем, а потом лес опять замусует и ветки переломают А мы опять уберем и подвяжем Наш план – команда «Альфа» под руководством дедушки Отправиться к большому камню Мы с командой «Браво» займемся окрестностями старого оврага Угу И под кустом еще загляни Слушаюсь, мой генерал Попался! Обнаружен особо опасный преступник Вы имеете право хранить молчание? А где Лиза? Не знаю Лиза, ты ничего не забыла? Вроде бы ты умный, Гена А не понимаешь? Все эти уболки мусора Подвязывание веточек Ничегошеньки не решают Что? Лиса нужно спасать в планетарном масштабе Что такое фантик по сравнению, например, с промышленным загрязнением атмосферы или с глобальным потеплением? Лиза, ты где этого набралась? В интернет-группе спасем землю Кстати, мы обсуждаем катастрофическое состояние лесов бассейна Амазонки Значит, работать ты не будешь Неа И ты, вместо того, чтобы пакетики из-под чипсов подбирать, мог бы придумать, как лесам по-настоящему помогать Ты же изобъятатель Гена, гляди, что я нашел Коробки Я робот Вжив, вжив, вжив Дружок, да ты голова Ага, голова, коробка У меня для тебя есть особо важное задание Лиза, хочу сказать тебе огромное спасибо За что это? Ты мне посоветовала изобрести что-нибудь такое, чтобы лесам помогать в этом, в планетарном масштабе И вот я изобрел Знакомься, эко-робот Какой-то он у тебя непрезентабельный Это прототип Мы потом организуем массовое производство Представляешь? Тысячи эко-роботов по всей земле убираются в лесах круглосуточно, без перерыва на обед Молодец, Гена Наконец-то ты понял Вот это масштаб Пойдем испытывать Эко-робот Команда убрать мусор на поляне Ай Эко-робот, стоп Эх, как я не подумал Его же настроить надо Поможешь? У меня там важное обсуждение в группе Лиза, робот самообучаемый Нужно просто показать ему, как правильно Я бы один мог Но если нас двое будет, робот быстрее научится Ладно, но только ради планетарного масштаба ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, утомилась Красиво тут стало Операция «Здоровый лес» в действии Фух, теперь можно и отдохнуть Ага, я тоже запарился в костюмчике В костюмчике, значит? Ну-ну, не принимай близко к сердцу, Лиза Зато ты помогла лес чище сделать Я вам покажу костюмчик Поднажми, брат! Генина-страшилка А в чёрном-чёрном доме Чёрная-чёрная Лапа! А-а-а-а-а-а Генка, твоя очередь Рассказывать страшилку Э-э, ну, если в качестве примера Рассмотреть чувство страха перед неизведанным Ген, ты что, лекцию нам читаешь? От твоей науки одна скука Страшную историю давай Ну, хорошо Знаете ли вы, что существуют растения-хищники? Не мы едим их, они едят нас У них листья с шипами И этими листьями они хватают жертву А потом переваривают её Гена, а у нас такие ластения ластут? Конечно Такой вот научный ужас Пойдёмте лучше спать Завтра с утра на огород Дедушка попросил собрать землянику Кто со мной? Дружочек, сходи с нами за земляникой А то вдруг там эти... Ещё чего, родного брата не жалко Я не пойду А там уже и черника созрела Черника, земляника, я вот на велике гонять не могу Поедешь, а тебя растения-хищники хватит И съели вместе с велосипедом Они велосипеды едят? Иди у Гена спроси, он у нас всё знает Растения-хищники, велосипеды едят Кто тебе это сказал? Дружок, Роза и Лиза Хе-хе Зря я всех так сильно напугал Ладно Принесу вам хищника Хе-хе-хе Да лучше б Генка ничего не рассказывал Гена сказал, что он сейчас этого хищника из леса принесёт А если Генку съедят? Его нужно спасти Куда же он пошёл? Стоять! Дружок, Лизка и я идём в лес за Геной Малыш, ты караулишь дом Нет, не караулишь, защищаешь Проверим этот куст Все чисто, двигаем дальше Лиза, не отставай Помогите, меня схватил ластений хищник Ты мне за всё ответишь Лизка, что ты орёшь из-за ерунды? Я не виновата Эта куста меня напугала Ты ещё в обморок упади А-а-а! Лиза? Что это? О! О! А вы что тут делаете? Фу! Живой! Живой, конечно! Я тут ищу... А-а-а! Что это у тебя? Генгл схватил хищный куст! А-а-а! А-а-а! Вы не поняли! А-а-а! Подождите! А-а-а! А-а-а-а! Стойте! Я нашёл хищника! А-а-а! Мог бы Геночка предупредить, что твой научный ужас такой маленький! Росянка только комаров ест, но в южных тропиках растения и хищники бывают огромными! Хорошо, они ходить не умеют! А куда подевался мой велик? Он же вот здесь стоял! Съел, что ли, кто-то? А-а-а! Ну что, победили хищника? А-а-а! А я на всякий случай все наши игрушки и велосипеды всё-всё замаскировал! Малыш! Вот мой велосипед, дружок! Ой, а это мячик! А где всё остальное? Я теперь и не знаю! Ценный артефакт Смотри, малыш! Сейчас этот резистор припаяем сюда! Гена, у тебя секундомер есть? Секундомер? Ну да! Я, понимаешь, свой в городе забыл! А без секундомера как тренироваться? Секундомера нет! Гвоздь мне в кеды! О! Это подойдёт! Это дедушкины часы! Сначала у него спросить надо! А где дедушка? А дедушка ушёл! Стой! Ух ты, пух ты! Если верить некоторым косвенным данным, малыш, в этом месте миллион лет назад было поселение цивилизации зубоскалов. Ух ты, пух ты! И прибор, который я сделал, поможет нам найти ценные артефакты тех далёких времён. Ценные артефакты? Да ну! Врёшь! Что ты понимаешь? Гляди! Малыш! Моя машинка! Я думала, она потерялась. Мой прибор способен найти предмет на глубине до двух метров. Ух! Друзья мои, не хотите ли чаю? Некогда нам. Мы ценные артефакты ищем. Всё уже готово. По чашечке, а? С плюшками. Ну, если только с плюшками, и недолго. Конечно, конечно. Чай горячий. Торопиться не надо. Нам пора. Может быть, ещё по чашечке? Ну, кто на воротах? Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Кто на воротах? Кто на воротах? О-оп! Ух! Ха-а! Гена, твоя любимая передача Вы должны немедленно покинуть орбиту нашей планеты Учёные псы в космосе Скорее гравитация разорвёт меня пополам Есть! Гена, это зубоскалы? Ура! Геночка, прошу тебя, не надо копать Дружок Ты странно себя ведёшь Отдай! Не отдам! Не отдам! Ура! Сэмэртифакт! Дедушкины часы? Ну не хотел я их ломать, Гена Я только время хотел засечь А они, понимаешь, вдруг идти перестали Ага, и ты их закопал, чтобы дедушка подумал, будто они потерялись Ага, часы, значит, мои сломал На флоте тебя, дружок, за такое дело всю ночь заставили бы палубу драйвить Дай-ка их сюда, малыш А их можно починить? Ну, не знаю С трудом, но починил Хе-хе-хе-хе-хе-хе Они, они механические! Хе-хе-хе-хе У них просто завод кончился! Хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе Спасение Земли Семь футов под килем С вами интернет-канал «Морские истории» Можем ли мы говорить про птичьи? Вот у нас на корабле попугай разговаривал на всех языках А мы, матросы, по-попугайски так и не заговорили Каждый раз одно и то же А еще обижается, что его канал никто не смотрит Вон, три просмотра, ноль лайков Ой, небо яичко снесло Оно, наверное, с другой планеты к нам прилетело А давайте его поджарим Интересно, какой вкус у инопланетянской яичницы? Наверное, где-то на крыше птичье гнездо И оно упало оттуда Но если вам действительно интересно То у нас есть научные методы Сделаем просвечивание и определим, кто же находится в этом яйце Какой хорошенький Всегда мечтал о настоящем роботе Малыш, ты что? Это же робот Кибер-Титан Как в игре спасение Земли Его миссия уничтожить все живое Надо бы показать это яйцо научному сообществу Вылупляется уже Какое сообщество? Пока ты будешь показывать, он уже всю Землю захватит Я его даже в игре не смог победить А тут он гвоздь мне в кеды, настоящий Что ж, во имя спасения Земли придется его ликвидировать Ген, пусть он вылупится, а я его потом перевоспитаю Малыш, у него вместо рук пушки Он не запрограммирован на перевоспитание На счет три отворачиваемся и я запускаю лазер Тебе лучше выйти, это небезопасно Гена, не тяни, у нас с тобой всего по одной жизни Раз, два, три Ура, успели О, вот так взять и между прочим спасти мир от межпланетного робота Генка, посмотри-ка туда Ничего, я тебя все равно перевоспитаю Покажу, как ушки чистить Научу руки мыть перед едой Малыш, бросай яйцо! Отползай от него подальше! Не волнуйся, я тебя спасу Сейчас будет выпуск моего канала Поставь побольше лайков Хорошо, дедуля Семь футов под килем С вами снова интернет-канал Морские истории Оно точно под кровать закатилось? Может закатилось А может и не закатилось Утром я рассказывал вам о том Что мы не можем говорить по птичьи Сейчас я вам это докажу Ой, Вороненок Ну ты меня и напугал Вот это инопланетянин А потом мы целый час ловили этого Вороненка Зато на дедушкином канале появилось четыре тысячи новых подписчиков. Только как же получилось, что твой компьютер показал в яйце не птенца, а робота? Добрый вечер, Ген. Ну что, посмотрел заставку? Какую заставку? Нового робота из игры спасения Земли. Я же тебе его на экран разместил. Думал, ты как включишь компьютер, так и увидишь. Что? Не понравился? Очень понравился. Отличный у тебя робот. Вам бы с черепахами в футбол играть и то продуете. Если мяч пойдет по константной под углом 30 градусов к штанге, значит, по формуле Собачевского надо отбить его с энергией 15 кило джоулей. Ура! Гол! Что и требовалось доказать. О! Рано радоваться. Это у тебя случайно получилось. Сейчас супер-мега-футболист дружок Барбоскин восстановит справедливость. Косинус в кубе минус синус тригонометрической производной. Ишь ты, какой умник! Ага, надо изменить пространственное направление кинетической энергии на восемь градусов. Гоу! Дружок прииграл! Дружок прииграл! Дружок, ты чего? Гена, умней меня! Дружочек! Тридцать третий ген? Или как стать умнее? Ну да, журнал научной генке прислали. Гена, Геночка, смотри! Теперь я смогу стать умным и всегда буду побеждать в футболе. Ученые обнаружили, что так называемый тридцать третий ген отвечает за ум и сообразительность. У некоторых псов этот ген отсутствует или ослаблен. Понял. Мне наверняка не достался. Вот ты и обыграл меня. Лаборатория профессора Бобикова разработала специальный состав, который вживляет в организм недостающий тридцать третий ген. Там и формула этого состава написана. Сделаешь его, а? Ну, пожалуйста, пожалуйста! Ах... Вот стану умнее, сразу на чемпионат мира махну. По телеку меня покажут. Дружок не знает поражений. Он супермозг нашего футбола. Да, Генка? Ага. А потом, если я такой гениальный, так я и тебе помогу какое-нибудь открытие совершить. Получим с тобой Нобелевскую премию. И в газетах про нас напишут. Спешите прочесть. Дружок Барбоскин изобрел вечный двигатель. Дружок Барбоскин изобрел межгалактический космолет. Дружок решил проблемы сельского хозяйства. Ученые выяснили, кто самый умный пес на свете. Аааа! Молодец! Готово! Да, то есть нет. То есть да, но тебе нельзя. Как нельзя? Да, нельзя. А то это... Мало ли кем станешь. Я не понял. Ты мне брат или не брат? Брат. И поэтому не хочу подвергать тебя опасности. А ну отдай! Ни за что! Я понял! Ты его сам решил выпить, чтобы стать еще умнее. Я его сейчас вообще вылью... Только попробуй! Ген, а ты телевизор потянул? А что это было? Тридцать-третий ген для ума. Верни мой тридцать-третий ген! Малыш, сколько будет косинус в квадрате умножить на три? Не знаю. Хе-хе-хе-хе. Фух, на него не подействовало. Вот еще. Буду я ему на такие легкие вопросы отвечать. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Роза, а пошли в кино Нет, лучше так Роза, может в кино? Роза, а пойдем сегодня в кино Или Роза Вот это да, ага, ага, минуточку Привет, Тимоха, дружок дома, проходи Ага, слушаю, да ты что? Привет Привет, Тимоха Дружок, вот, например, у меня есть друг И мне, то есть ему, ну, этому другу Нравится одна девочка Она не обращает на моего друга никакого внимания Ну вот что ему делать? Тимоха, а твой друг случайно не в кепке ходит? Ну, в кепке А его случайно не Тимоха зовут? Передай своему другу Девчонкам нравятся крутые и модные парни А сегодня в моде рэп Стань крутым эмси Девчонки все твои Йо Ой, да ты что? А он что? А ты? Вот это да Я парень крутой, модный такой Зовут Тимоха, накачан неплохо Девчонки за мной, бегут толпой Я слушаю, я слушаю Да Не может быть Йо, сестричка, как дела? А у меня, как Сажа Бела Я не унываю никогда С Тимофей все, как с Гуся вода Можно потише, а? Даже по телефону спокойно поговорить не могу Йоу Ой Тимоха, все будет нормально Но не любит она рэп Кто ж знал-то О, сейчас выясним, чем увлекается моя сестренка Тимоха, все в твоих руках Дружок Дружок, это, наверное, к тебе пришли Не знаю кто, но выглядит странно Ага Слушаю Да ну Ты наполняешь мою жизнь, ангел мой Я буду петь тебе вечно Тимоха, будь со мной Тимоха, ну ты красавец Будь я русской, не устоял бы Ну что, порядок? Не уверен А знаешь что? Она постоянно мексиканские сериалы смотрит Не оторвать Может ей мексиканцы нравятся Брависсимо! Брависсимо! Это точно сработает А он что? А ты? Ага, ага Вот это да Что? Так в хоккее мне парни нравятся Даже не знаю Главное, чтобы не строили из себя ничего Нравится, чтобы парень, ну, просто был самим собой Да Самим собой Самим собой Самим собой Вот тебе и бум-бум Шокотакай А, Тимоха, привет! Роза, пойдем в кино? Пойдем, конечно Питца Лиза, что-то случилось Я хотела приготовить пиццу И вот она получилась ужасной Да, действительно, выглядит не очень Но ничего, ты учтешь свои ошибки И в следующий раз все у тебя получится Правда? Конечно, знаешь, мама повела малыша на детский праздник И вернется не скоро Так что я поручаю тебе приготовить пиццу нам на ужин И помни, главное – спокойствие Ну все, мы пропали Лиза ведь совсем не умеет готовить А нам ее стряпню есть придется А что, если ей немного помочь с готовкой? Тайно, чтобы она не обиделась Хорошая идея Хорошая идея Полジэль Я отвлеку Лизу, а вы пока подмените тесто Здорово у нас все получилось Я такую пиццу испеку, что все еще добавки попросят Алло Лизка, привет, я еще в школе А ты что делаешь? Пиццу делаю, приходи к ужину Кто-нибудь видел мои очки? Как твои очки попали в мое тесто? Это, как бы сказать, так получилось Погубил мое тесто Главное спокойствие, и тогда все получится Придется делать новое С тестом не получилось, исправим пиццу колбасой У этой колбасы прекрасный аромат и очень приятный вкус Она спасет даже самое плохое тесто Так, теперь начинка Лиза, иди сюда, я нашел твой любимый диск с песнями Никакого покоя Прячемся Хорошо, хоть диск нашелся Где колбаса? Как теперь делать пиццу? Спокойствие Пицца будет вегетарианской Выход всегда найдется, надо просто подумать Готовьтесь, пицца в духовке, скоро ужин Скоро ужин Ну конечно же, готовая пицца за пять минут Мы закажем пиццу и подменим ее Скорее, скорее Ой-ой-ой, горячо О, а вы уже здесь? Не терпится попробовать мою пиццу? Ну-ка, попробуем, попробуем Какая вкуснятина! Просто тает во рту Что же вы ждете? Налетай Это великолепно Я в жизни ничего вкуснее не ел А можно мне добавки? И мне? Зеленый гоблин Сейчас я тебе такое покажу Ого! Это же редчайший малайский кузнечик! А то на свой скейт выменил У Тимохи Я назову его Зеленый гоблин Все жду, когда он застрекочет Но он чего-то молчит И правильно делает Лучше, чтобы его никто не слышал и не видел Представляешь, что будет, если Роза узнает про кузнечика? А что будет? Шутишь! Роза боится кузнечиков больше всего на свете Если узнает, что он в доме У нее будет истерика А я его замаскирую Хомяк Роза в жизни не узнает Может, лучше банку спрятать? По-моему, он сейчас застрекочет Стой! Стой! Эй! Не прыгай! Не прыгай! Ой! Останавливай! Останавливай! Ты что? Останавливай! Ну, куда же? Дружок! Это ты взял мой розовый маркер? Э-э-э... Маркер? Вроде того Ну так неси обратно Чего стоишь? Э-э... Сейчас Я не люблю, когда мои вещи берут без спроса Вот И чтоб больше не брал Ясно? А где мой гоблин? Роза! Не могла бы ты на секунду выйти из комнаты? А-а-а! Еще скажи, из дома уйти Роза! Послушай А чем ты тут занимаешься? Не твое дело Я всегда хотел уметь танцевать Может, ты меня научишь? Повернулись туда Повернулись сюда Вот По-моему, у меня хорошо получается А-а-а! Ой! 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 Издеваетесь, что ли? Нет, нет Вы что? Что-то скрываете от меня? Нет, нет Ничего Нет, нет, ничего Что? У меня что-то с прической? Нет, нет, что ты! Ха-ха-ха! А давайте подушками кидаться Теперь точно все пропало Не пропало! Я знаю, как вытащить Розу из комнаты Роза! Отстань! А тебя к телефону! Бегу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вообще! Мало того, что про телефон наврали Так еще мои вещи хватайте Лучше не открывай Только хуже будет Ой, какой хорошенький Не понял А-а-а где истерика? Мы думали, ты боишься кузнечиков С чего это? Посмотри, какой он лапочка Значит, гоблина можно оставить? Да Ура! Я все напутал Это Лиза боится кузнечиков Ой, а куда он делся? Ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля Настоящий парень Футбол играет! Настоящие мужчины! А Зубрешка этот для девчонок! Дружок! Прекрати! Ты мешаешь мне заниматься! Я же тебе говорил, что не нужно дома в футбол играть А теперь, видишь, тебя наказали Подумаешь, наказание! Ха! Один раз в квартире уборку сделать! Да парней всегда родители наказывают! Я настоящий парень! Не то, что некоторые! На что это ты намекаешь? На то и намекаю! Тебя почему-то вообще не наказывают! Жалеют чего-то! Ты у нас прям как девчонка! Хм! Хм! Во-первых, я не девчонка! А во-вторых, никто меня не жалеет! Если не наказывают, значит жалеют! Если жалеют, значит девчонка! Ха-ха! Генка девчонка, а Бантик девчонка! Ладно, я тоже что-нибудь разобью, и меня накажут! Вот увидишь, я настоящий парень! Сейчас у Гены трудное время, Олимпиада на носу! Нагрузка огромная, будь с ним поласковей! Конечно! Он у нас и так молодчина! Повода для строгости не подает! Гордость семьи! Это точно! Всё, я побежала! Пока-пока! Эх! Дружок! Две недели без телевизора! Папа, это не дружок! Это я! Гена? Ну, ничего! Начал спортом заниматься! Спорт это очень хорошо! Особенно в перерывах между уроками! Ха-ха-ха! Папа! Лоска все мои конфеты съела! Я их бегла, бегла! А она... Да не брала я её конфеты! Папочка! Ну вот честная-пречестная! Дружок! Иди сюда! Это ты съел конфеты? А отчего сразу я-то? Да ладно вам кричать! Это я был! Да и конфеты так себе, честно говоря! Эээ... Гена? Ну ты... Конечно, молодец! Ах! Молодец, что съел конфеты! Сладкое полезно для ума! Лизонька, не будь жадной девочкой! Я куплю тебе другие конфеты! И... И... Гена, ты не ударился? Ой... Ну какой ты всё-таки рассеянный! В голове-то одни формулы! Гена, тебе нужно снизить нагрузку в школе! Папа, я не рассеянный, я это нарочно, слышишь? Потому что я настоящий парень, меня нужно наказать, пока совсем от рук не отбился Хе-хе-хе, ну вот, хоть шутить не разучился, юмор это хорошо, это полезно Не буду кашу, каша для девчонок, мы настоящие парни, кашу не едим Эм, Геночка, не хочешь, не ешь И не буду, и вообще, я даже смотреть на неё не могу Я... Что у вас тут происходит? Это не я Вот так, целая неделя дежурства на кухне Ха-ха, да уж, Генка Теперь ты точно настоящий парень Сегодня у меня такой счастливый день Представляю, как я поднимаюсь на сцену, чтобы подоить цветы актёрам А залу рука плещет, рука плещет Ох, кстати, папа сказал, что в театр пойдёт только тот, кто хорошо себя вёл на этой неделе Некоторые вполне могут и пролететь Хе-хе, мне переживать нечего Две пятёрки по химии, две по биологии Ой-ой-ой, тоже мне Радуйся, что физкультура послезавтра Хе-хе-хе Эй, видели папе новый ноутбук? Шикарная штука Просто огромный Так уж прямо и огромный Не верите? Можете сами посмотреть Ох ты, и поскоро Ох ты, вот это да Нам же нельзя заходить в папин кабинет без разрешения Ой, хорошенький Ха, хорошенький Тут функций всяких, закачаешься Дай-ка я попробую нажать что-нибудь А картинки тут есть? А какая производительность у процессора? Дайте мне Нет, мне Нет, мне Да вы не понимаете Дайте я Нет, я Дай мне Подвинься Друга подвинься Сейчас папа придёт Что теперь будет? Всё По театру можно и не мечтать Да Геночка, миленький Скажи, что ты сможешь это починить Ээээ Попробую, конечно Я тебе помогу Привет, семья Как самочувствие? Как школа? Эб Вот и отлично А теперь, извините Папе надо работать Папуля, ты куда? Солнышко моё Папе надо Папе надо покушать Нельзя же так себя мучить По мысли за тебя всё приготовили уже Эээ, почти Приятного аппетита, папочка Очень вкусно И сытно Один кусочек съел И уже сыт А теперь Папе надо... Папа, подожди Ты не можешь вот так вот уйти Почему? Потому Потому что мы по тебе соскучились Весь день тебя ждали Готовились А Лиза нам сейчас прочитает стихотворение Бежит маленький бабосик У него холодный носик У него озяблило Как вы тут? Долго мы его не продержим Готово! Совсем как новенький Ну всё Надо предупредить девчонок Пусть выпускают Папочка А мы ведь правда-правда пойдём сегодня в театр Конечно Вы ведь у меня такие хорошие детки А в буфет пойдём? Там бутерброды с колбасой Объедение А я сегодня надену своё новое платье Чур я сижу в центре Там акустика лучше всего Непременно А теперь Папе и правда нужно работать Папа Твой ноутбук Я его разбил Совсем Не верь малышу Это я виноват Строго говоря Это моя вина Нет Моя Я же самая старшая Я там тоже была Теперь понятно К чему весь этот театр Эх А в театре сейчас бутерброды дают Дружок Да хватит уже И без тебя тоскливо Эй Вандалы малолетние Чего не собираетесь? Мы же в театр опаздываем В театр? А то Ноутбук испортили Что ж теперь и билетом пропадать? Хе-хе-хе Ура! Субтитры создавал DimaTorzok